Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Пятница, 13 июля, завершается у нас очередная торговая неделя. Ну и давайте посмотрим, с чем мы подходим к концу этой недели. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая. Сохраняются ближайшие цели по снижению этой области 1.1649, обновление минимальной значения вчерашнего дня и движение по направлению на 1.1583. По данному активу ближайший разворотный уровень пока оставляем на максимальных значениях 11 июля. Он будет там оставаться до тех пор, пока мы не обновим минимальное значение вчерашней торговой сессии. После этого его сможем переместить уже на максимум четверга, который был зафиксирован по цене 1.1695. По паре британский фунт и американский доллар на текущий момент мы видим уже обновление минимальной значения, что подтверждает также сохранение нисходящей тенденции, которая у нас образовалась 11 июля, и движемся по направлению на 1.3087 и 1.3036 соответственно. Ближайший разворотный уровень после обновления минимальной значения четверга уже мы можем скорректировать на максимум вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 1.3244. По паре американский доллар, канадский доллар тенденция восходящая сохраняется. Цели роста это уход выше максимум 12 и 11 июля и движение по направлению на 1.3401. На текущий момент ближайший разворотный уровень пока сохраняется на минимальных значениях 9 и 11 июля. После ухода вверх, то есть после обновления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера и в среду, уже мы сможем также его скорректировать за минимальные значения четверга, пока остаются на прежних уровнях. По паре американский доллар, японская иена мы обновили вчера локальный максимум, сегодня это сделали вновь и уже продолжение восходящего тренда здесь также сохраняется. Цели восходящего движения это область 113.81, но сейчас вероятно будет у нас ретест к трендовой линии. Это область 112.35, ну а после этого уже восходящее движение возобновится в том случае, если мы не уйдем ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 11 июля. Именно там сейчас и находится ближайший разворотный уровень по данному активу. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению этого движения в области 7304. Ближайший разворотный уровень по последней формации пока оставляем на максимальные значения, которые были зафиксированы 10 и 9 июля. И после обновления также минимальных значений его сможем скорректировать за максимум, который был зафиксирован вчера. По паре евро-фунт восходящая тенденция сохраняется. Не смогли мы уйти ниже отметки 88.19, но сегодня с утра уже обновили локальный максимум. Следующая цель это уход выше максимума 11 июля и движение по направлению на 89.00 ровно, то есть максимум, который был зафиксирован 9 июля. После ухода выше данных уровней откроются предпосылки роста на 89.71. Поэтому восходящая тенденция сохраняется. Ближайший разворотный уровень все также остается в области 88.18. Золото продолжает свое движение нисходящее. Следующая цель по снижению это уход ниже в области 1237. Ну и после обновления данных минимальных значений откроются предпосылки на снижение в области 1230. Ближайший разворотный уровень по последней формации пока отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 11 июля по цене 1256. Нефть марки Brent продолжает снижаться. Вчера обновили также вновь локальные минимумы. Доходили до уровня 72.83. Поэтому продажи в краткосрочной перспективе, то есть в рамках часового таймфрейма, остаются в приоритете. Цели по снижению в области 71.70 соответственно. Ближайший разворотный уровень по данной формации уже мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 75.24. После ухода выше данного уровня можем ожидать возобновления роста по нефте марки Brent с целями до 79.60. По индексу DAX сегодня мы обновили максимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Поэтому здесь мы можем ожидать возобновления восходящей тенденции. Но для более серьезного подтверждения, то есть на мой взгляд, здесь пока сохраняется тенденция нисходящая, которая у нас образовалась 11 июля. И в том случае, если сегодня мы сможем удержаться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера, то можем ожидать возобновления уже перехода к покупкам. Но пока, на мой взгляд, по индексу DAX здесь нужно воздержаться, по крайней мере, до следующего ретеста или ухода выше отметки 12.642, то есть максимум 10 июля. Ну а пока вот то восходящее движение, которое мы сейчас видим, на мой взгляд, пока является коррекцией. И все-таки снижение еще здесь мы можем ожидать до 12.261. А по биткоину ничего не меняется, тенденция нисходящая продолжается. Следующие цели по снижению – это область 5.729 долларов за один биткоин. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 11 и 12 июля в области 6.348. И после преодоления данных уровней можем предполагать начало возобновления восходящего движения по биткоину. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.